В советские времена за руль Калхиды сажали водителей в качестве наказания. Говорили про нее, курица не птица, а Калхида не тягач. Считалось, что невозможно сделать транспорт хуже и примитивнее, чем КАЗ от кутаистского автозавода. Но все-таки была во времена СССР машина, по сравнению с которой Калхиды прямо шедевр автопрома. Это автобус КАК-3, который выпускали в Литовской ССР на Каунацком авторемонтном заводе с 1956 года. Техническая суть КАК-3 действительно проще некуда. Обычное шоссе от распространенного грузовика ГАЗ-51, на которое ставился деревянный кузов. Потом все это изделие обшивалось металлом, чтобы оно не так сильно напоминало сарай на колесиках. В народе КАК-3, да и все ему подобные транспортные средства тогда называли «коробочка» или использовали разбитое и разухабистое прозвище «барбухайка». Сидячих мест в этой барбухайке было 23, стоячих 7. Вся конструкция бескапотная, но не потому что стильной и современной, а просто бессмысленно и неуместно было еще и капот из ясеневых и буковых брусков городить. Мотор в 70 лошадиных сил объемом 3,5 литра также ставился от ГАЗ-51 к концу 50-х годов. Каунацкий завод производил до 350 КАК-3 в год. По базовой техдокументации и с привлечением литовских специалистов несложный выпуск подобных барбухаек начали охотно осваивать и другие небольшие авторемонтные заводы. Но в начале 60-х годов с деревянными автобусами произошло несколько серьезных аварий, в которых они выгорели дотла, унеся жизни многих пассажиров, после чего серийное производство КАК-3 запретили, а имевшийся подвижной состав постепенно списали из автопарков. А вам встречался такой автобус?